видео журнал горячий мастер представляет забор выбор цена и защита вашего дома в кадрах нашего фильма вы видите дома и усадьбы очень достойных людей рано или поздно перед каждым застройщиком встает проблема какой же построить забор и дом готов и даже основание для забора готова но какой будет это забор либо какой-нибудь низкий не закрывающий свет в окна так как во многих местах улица всегда бывает выше дома так как ее стараются чуть-чуть приподнять или забор вы хотите что-нибудь поплотнее металлический профиль или вот такой вот штакетник но все хотят чтобы было и хорошо и надежно но надежность она бывает очень разная если построить кирпичный забор конечно это выглядит очень роскошно и все понимают что это стоит таких же денег одна сторона забора как построить целый дом и просто переполняет уважение к такому человеку который мог воздвигнуть такое мощнейшее сооружение и защитить свой дом и свою усадьбу это настоящая китайская стена просто можно сказать выложена из золота тем более если это выполнено хорошо прямыми руками толковых каменчиков эта стена конечно вызывает всякое уважение может быть она выполнена также надежно и чуть-чуть проще но это нисколько не убавляет ей надежности но сегодня мы говорим не только надежности но всех остальных аспектах к примеру если вы имеете красивый ухоженный газон и хотите чтобы им любовались и люди проходящие мимо то вы как-то должны демонстрировать его другим людям вот если действительно газон хорош что и есть людям посмотреть на что на вашей усадьбе полупрозрачные заборы это конечно новые решения и интересные но можно использовать и готовые конструктивные элементы железобетонные для забора которые можно очень гармонично встроить с использованием всевозможных кирпичей интересные формы для того чтобы получить надежный и монументальный забор конечно забор такой может быть очень приличным и дорогим и в то же время крепким но мне кажется это все это стоит тоже очень больших денег встраивать подобные железобетонные элементы в такую массу кирпича и конечно такой забор можно совершенно особенно никак не ухаживать за ним и все надежно самое интересное решение это использовать вот такие вот металлические штакетники на заборах с той точки зрения что этот забор не нужно красить никак не нужно за ним ухаживать вот такой вариант забора выглядит конечно тоже очень хорошо эстетично но он как-то выглядит с моей стороны спорно с точки зрения что любой щегол который будет проходить мимо может забраться на ваш забор и лицезреть все там что как там у вас на вашей усадьбе устроено вы же не хотите чтобы на вашем заборе сидели целыми шеренгами бакланы поэтому мне кажется вот в таком исполнении забор он доступен для того чтобы перемахивать через него ваши пределы я считаю что забор который очень легко перепрыгнуть не выполняет в общем-то функции забора но давайте поговорим о деревянных заборах теперь уже не будем говорить что забор это лесенка через который можно перелезть вот деревянный забор легкие в изготовлении его может построить любой человек собственными руками не имея даже шуруповерта а просто молоток с гвоздями самое главное чтобы надежно прикрепить вот эти вот доски к забору чтобы нельзя было их легко вывернуть просто одним прикосновением бруска делая на выворот движение давайте отвлечемся я вам покажу сейчас как люди делают сталбы для заборов чтобы о том получить максимальные проблемы для себя мы вам предлагаем ссылку на видео в которой посмотрите и сразу узнаете как строить вот эти вот столбы для заборов чтобы не было таких проблем чтобы ваши столбы для заборов не гнили не разваливались и не разрушались ну деревянные заборы они бывают конечно в разном исполнении так как заборы бывают еще и дорогие то чтобы вы не говорили и чтобы я вам не рассказывал деревянные заборы надо красить и в этом есть свои сложности забор может быть конечно деревянный и очень простой в изготовлении значит самые обыкновенные вот такие вот рейки набиваются и надежность такого забора конечно очень маленькая я не говорю про то что в этот забор едет мотоциклист но он совершенно не равняется вот такой вот прочной надежной китайской стене по своей надежности и по всем качествам вот эту китайская стена или забор из кирпича он чем хорош его совершенно никак не нужно обслуживать не то что красить или еще чтобы что-то с ним делать а заборы выполнены из профнастила будь то какая-то рейка или штакетник или просто глухой забор из профнастилок совершенно не надо красить но они нагреваются на солнце вот такой забор он если сам по себе будет на ощупь не теплый но он хорошо нагревает воздух как батарея в общем вокруг этого забора постоянно может быть жарко деревянные заборы не страдают такой проблемой но вот такой забор чтобы красиво покрасить либо подешевле либо подороже но все равно это головная боль которая постоянно возникает ладно забор попроще его можно прошел вот таким вот обычным суриком и какой-то цвет есть ну и ладно не строганные реки а если вы будете делать вот такой вот дорогой забор из красивых досок я знаю что это забор вот очень уважаемый в нашем городе человек который мог потратить очень большую сумму на его покраску забор выглядел конечно вначале очень роскошно но вот по истечении двух лет он уже выглядит можно сказать слабовато и нужно опять все красить но это как с домами из бруса каким бы дорогим материалом там не красили все равно все будет облупливаться также самый интересный вариант вот когда вот этот забор вы устанавливаете свет который забор должен пропускать ваши окна он играет очень большое значение потому что построив высокий забор вы максимально закрываете себя от света и просто в доме у вас наступает полнейшая темень так как люди жмут свои дома к забору и будет просто элементарно темно также очень большим фактором при выборе забора является фактор обеспечения безопасности если у вас будет высокий глухой забор то вы никогда не сможете контролировать что же происходит за этим забором с внешней стороны а когда вас нет дома то соседи даже если не хотят этого не смогут контролировать что же происходит около ваших окон если у вас заборы такие что позволит вашим соседям хотя бы без всякого желания наблюдать за вашим домом но так оно обычно и бывает то никто к вам вот туда за забор за которым видно ваш дом и ваши окна никто туда не залезет и ходить не будет и вы сами сможете контролировать из дома что же происходит за вашим забором и не надо вам постоянно будет либо высовываться через забор и выглядывать через калитку или устанавливать системы видеонаблюдения поэтому при выборе забора вы сами должны понимать что же вы хотите от своего забора контроля и безопасности или света и уюта поймите самое главное спрятавшись за высоким забором вы можете спрятать за этим забором те проблемы которые могут возникнуть от тех лиц которые перелезли за ваш забор и творят в ваших пределах что-то ужасное также любители послушать музыку сидя в машине ночью любят останавливаться около таких глухих заборов так как не видно что происходит в самой машине и вы получаете всю прелесть этой музыки а выйти и навести порядок не каждый может поэтому я вам скажу что около таких заборов шумная компания собирается чаще чем около тех заборов через которые в окна видно что происходит на улице учитывая все вышесказанное и то что теперь люди строят дома в таких местах откуда надо очень долго ехать на работу и дома остаются совершенно без присмотра стоит конечно учесть все вот эти замечания чтобы понимать что когда вы выйдете из своего дома на своей красивой машине в ваш дом чтобы не остался сиротой и чтобы ваши соседи даже не имея никакого желания все равно невольно присматривали за вашей недвижимостью за вашим любимым красивым домом просто из-за того что у вас забор построен по уму так как вас научил горячий мастер нормальный забор и стоит дешевле и не устраивает вокруг вашего дома на солнцепёке парною и вы сможете открывать окна даже солнечным днем также невысокий нормальный забор не способствует накоплению большой массы снега когда он летит когда имеете вы метель на дворе и убирать этот снег перекидывая через этот же невысокий забор на внешнюю сторону вашего участка гораздо проще этот снег в общем сплошные плюсы у заборов нормальной высоты чем у заборов глухих высоких и непроглядных главное соблюсти одно очень важное условие чтобы ваш забор нельзя было разобрать одним движением руки чтобы ваши рейки были либо вкручены на какие-то шурупы либо были на каких-то там болтах слушайте советы умных людей подписывайтесь на наш видео журнал горячий мастер